Здарова, с тобой Гар. Вот только я собирался выпустить видосики по донату, как Battlefield 2042 донатить на консолях, новый гайдик, потому что старый стал немножко неактуальный. Потом я думал, выпущу по управлению, так как в седьмом сезоне немножечко поменялось, рассказать о новом управлении, чтобы нагибать на консолях. Но тут 9 апреля наши великолепные шведские друзья по имени DICE, ну и их хозяева в виде Electronic Arts опубликовали очень печальную новость. Я об этом хотел с вами поговорить. Новость заключается в том, что Electronic Arts DICE прекращает поддержку Battlefield 2042 после седьмого сезона. Собственно, седьмой сезон у нас будет последний. Они опубликовали на сайте большой такой рассказик о том, что они думают, что будет дальше и так далее. Сейчас я вам немножечко расскажу. Суть таковая. Они говорят, что седьмой будет сезон последний. После его завершения разработчики будут дальше поддерживать игру в виде каких-то новых ивентов, испытаний, режимов и так далее. Ну и, конечно же, будут получать патчи обслуживания. Они приняли это решение для того, чтобы сконцентрироваться на будущем серии Battlefield. Также они подключили студию EA Motive, разработчиков прекрасного Dead Space 2023 года. Что я об этом думаю? На самом деле, это полный бред. То, что Electronic Arts наступает вместе с DICE на те же самые грабли, которые они наступали во времена пятерки, когда прекратили ее поддержку. Комьюнити, все, Battlefield-овское пойдет в другие игры. Оно умрет. Люди начнут мне постепенно забывать про Battlefield. Информационный фон вокруг Battlefield умрет вообще полностью, потому что ничего не происходит с игрой. Собственно, поэтому и нефиг за ней следить, и нефиг на нее обращать внимание СМИ. Что я могу сказать? Ну, я желаю всем контент-мейкерам продержаться эти полтора года до следующего Battlefield, попытаться выехать, может быть, на других играх. По поводу EA Motive. То, что вообще, в принципе, дофига народу сейчас работает на будущем серии Battlefield, так называемой вселенной Battlefield. Electronic Arts перекидывает EA Motive на помощь ребятам из DICE, Ripple Effect и так далее. При этом отменяя ремейк Dead Space 2. Кстати, я вообще им этого не прощу, так как мне очень нравится Dead Space. Dead Space 2 просто the best of the best из этой серии. Все хотели поиграть, кто очень любит. Ну, эфочки за Dead Space. Раз такая пьянка идет, мне кажется, что с разработкой нового Battlefield есть какие-то проблемы, потому что, сами посудите, у них такая огромная толпа работает над Battlefield, и при этом они прекращают поддержку 2042. Ну, типа, знаешь, когда такая огромная команда работает, и у тебя не составит труда клепать там вот эти вот карты на ассетах из предыдущих карт, там каждые 3-4 месяца выпускать по новому сезону Battlefield 2042. Но они принимают решение прекратить поддержку, бросить все силы на новый Battlefield, плюс они еще подключают еще студии, да, и получается, ну, у меня есть такое подозрение, что у нового Battlefield не совсем все хорошо, потому что, ибо какой смысл тогда подключать вот этих всех людей. Ну, и, в принципе, я не понимаю вот этого решения, когда они, ну, как сказать, старались, да, не совсем старались, но, в общем, какую-то работу делали. В седьмом сезоне переделали стрельбу, аж целых две карты выкатывают, и тут, бац, такая фигня резкая. Нехорошо это, я недоволен, естественно, ну, что поделать, вот мы живем в таком мире, в котором живем, что я хочу вообще сказать, в принципе, например, насчет будущего Battlefield, да, ребята, не предзаказывайте будущий Battlefield до тех пор, пока он не выйдет, не покупайте его, потому что мы, скорее всего, у меня такое есть подозрение, что наступим на те же самые грабли, что и были с Battlefield 2042, потому что сейчас такая фигня происходит, а это прям аналогичная ситуация, как с пятеркой. Я, конечно, верю в Винца Зампелла, но последние новости, вот эти вот во мне посели зерно сомнений. 19 апреля у нас выйдет Багровый фронт, 30 апреля Стадион, в середине мая выйдет Драугар, беспилотник пилотируемый, и Страйв пулемет, промежутки между маем и июнем, выйдет Battlefield Future Strike, это, получается, завершение истории Battlefield 2042. Что я могу сказать, например, по поводу своего канала, так как я тут с вами полтора года где-то, мы даже какую-то аудиторию набрали, по пасхалочкам я разбирал, по сюжету, ну, что я могу сказать, если будут какие-то пасхалки по новому Battlefield, или в этом, я продолжу разбирать, не брошу это дело в любом случае. Плюс, когда выйдет последний ивент под названием Future Strike, это будет явно завершение самой истории Battlefield 2042, и я обязательно расскажу об этом, будет последний видос про сюжет и лор Battlefield 2042, естественно, мы закроем его, так как я уже начал, нужно закрывать. Ну и, в принципе, я сейчас, думаю, наверное, буду делать видосики по Апексу, так как, да, я играю еще и в Апекс, и вообще, я, в принципе, играю во многие разные игры, буду пробовать себя. У меня уже есть пара идей насчет некоторых видео, в общем, я их выпущу, посмотрим, что из этого будет. В любом случае, если вам интересно, оставайтесь со мной, если нет, ну, что поделать. Таковы реалии, люди, контент-мейкеры не могут стоять на месте, то есть, если вот происходит такая хрень, что мне делать? По мертвой игре контент выпускать? Нет, спасибо. Либо не выпускать ничего, либо идти дальше. Но в любом случае, я серию Battlefield не брошу, это мой любимый шутер, ребята, тут уж ничего с этим не поделаете. Желаю всем, ребят, успехов, пережить эти полтора года до следующего Battlefield, контент-мейкером держать кулачки, стараться что-нибудь придумывать. Мы все вместе, мы все в одной лодке, ничего страшного. Да, всем спасибо, что со мной были, и спасибо тем, кто будет со мной дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, что по этому поводу думаете, что думаете по поводу вообще, в принципе, моих слов обо всем этом, ну, и о том, как я буду продолжать вести свой канал. Спасибо всем, спасибо за просмотр, спасибо, что выслушали меня, мне нужно было немножечко высказаться, я этот ролик записываю просто без сценария, сел, с вами поговорил, ну, и вот вышло, что вышло, особо не обессудьте. Ну, с вами был Гар, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok